МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Самарского района Роман Радюков в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы провел вместе с руководителем Центра поддержки экспорта Самарской области Александром Коротковым семинар для предпринимателей района. Затронули тему предстоящего голосования по отбору общественных пространств в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Основная цель голосования – улучшить облик района, благоустроить сквер на Хлебной площади. Также участникам семинара рассказали о возможностях системы «Мобильный избиратель», информирует телеграм-канал Самарского района. С 2024 года работодатели могут организовать диспансеризацию работников на рабочем месте как силами выездных медицинских бригад-поликлиник, так и в поликлиниках, которые находятся рядом с предприятием, напоминает телеграм-канал Ленинского района. Для организации диспансеризации работодателям необходимо составить списки работников, подлежащих прохождению диспансеризации, направить данные списки в медицинскую организацию, в ближайшую к месту расположения предприятия, выбрать удобную для сотрудников форму проведения диспансеризации. Тренировки – это ключевой компонент достижения спортивных целей. Регулярные занятия спортом создают условия для постепенного улучшения физических показателей и уровня подготовки, а формирование привычки делает занятия физической активностью частью вашей повседневной жизни. Благодаря федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография» по всей стране появляются новые комплексы, стадионы и площадки, где можно тренироваться. С расписанием работы тренеров можно ознакомиться в телеграм-канале Красноглинского района.